Привет, Выживший! На связи Аделю. Сегодня разберем самые частые вопросы по игре Project Zomboid. Уверен, тебе будет полезно узнать это. Внешний вид игры Возможно, при просмотре видео на ютубе ты задавался вопросом, почему игра у тебя выглядит иначе. Все просто. Зайди в Steam, перейди в свойства игры и поменяй во вкладке бета-версии свой билд на 41. Теперь игра выглядит как надо? Как начать играть Я бы посоветовал для начала поиграть в режим песочница. Там можно настроить игру под себя, отключить летальность укуса, сделать быструю прокачку навыков, выдать себе больше очков таланта на старте. Просто познакомьтесь с игрой. Ведь для того, чтобы выжить, требуется понимать, что ты можешь, а что нет. И как можно выбраться из той или иной ситуации. Изучи крафты и строительство в относительной безопасности. Пойми, как работает игра. И когда будешь готов, стартуй на нормальной сложности. Это будет легкий путь. Если по хардкору, то врубай сразу просто не ваш день. У меня был рекорд жизни персонажа 1 час. А какой твой? Что делать, если тебя укусили? В этой игре все, что ты можешь сделать в этом случае, это найти телефон и позвонить. Твои опекуны мертвы. Да, как бы печально не было, но шансы, что после укуса ты заражен, очень велики. Так что у тебя есть немного времени, прежде чем ты обратишься. При стандартных настройках это около двух игровых дней. Лекарства нет. И да, если ты не хочешь умереть быстро, перебинтуй место укуса. Мой совет. Постарайтесь спрятать нужные предметы для следующего персонажа. Игра не заканчивается гибелью одного человека. Ты можешь создать нового и придя на место смерти похоронить предыдущего. Как не дать себя укусить? Не подставляйся. Лучше убежать, если видишь, что врагов слишком много. Никогда не беги через толпу зомби. Что произойдет, можешь видеть на экране. Персонаж споткнется и... От укуса и царапин может спасти одежда. Вся одежда в игре имеет определенную степень защиты различных частей. Эту защиту может помочь усилить навык шитье. С помощью заплаток можно как залатать дыру, так и наложить джинсовую или кожаную заплатку, уменьшив тем самым шанс того, что одежду прокусят. Зачем стирать одежду? Грязная одежда имеет больше веса, чем чистая. А также ходят слухи, что если получить повреждения и при этом одежда пропитана кровью зомби, есть риск заражения вирусом. Но, как я не пытался подтвердить этот миф, у меня ничего не вышло. Может шансы очень малы, а может эту фишку еще добавят в последующих обновлениях. Как быть незаметным? При нажатии на клавишу С, мы перейдем в режим скрытности. Но тут вам не скорим. Это не влияет на расстояние, с которого вас могут заметить, если нет преград. Просто немного увеличит время и даст возможность перейти от одной преграды до другой. Ну и еще вы будете издавать так меньше шума. Поэтому не стоит постоянно ходить, пригнувшись на открытой территории. Вы просто быстро выдохнетесь. Как похудеть? Если с повышением веса в игре все понятно, просто кушай от пуза, да еще и пищу по калорийней, то вот похудеть уже задачка чуть посложнее. Тут потребуется посадить персонажа на жесткую диету. Желательно удерживать статус легкое недоедание и употреблять растительную пищу. Никаких вам сочных бургеров и стейков после 6 вечера. Только низкие калории. Как завести машину? Машины в игре очень полезны, но у многих возникают с ними трудности. Во-первых, чтобы завести машину, надо убедиться, что она исправна и все нужные запчасти на месте. Проверь состояние аккумулятора и двигателя, подойдя к капоту и нажав Е. Посмотри, есть ли бензин и не прохудился ли бак. Во-вторых, тебе нужен ключ. Чаще всего он находится в бардачке или уже вставлен в зажигание. Если ключа нет, то можно взломать, имея навык электрики 1 и автомеханики 2. Нажми V и появится круговое меню. Там можно выбрать взлом. Если на старте выбрать профессию взломщик, то вы сразу сможете взламывать замки. Как спать в машине? Вызовите круговое меню, как я уже говорил в прошлом пункте. Там вы увидите сон. Просто нажмите. Дам совет. Поставьте машину так, чтобы окно, у которого вы спите, было блокировано для зомби. Подойдет стена или другая машина. Иначе всегда есть риск уже не проснуться. Как пересесть на другое сидение автомобиля? Для смены места в авто используй клавишу Z. Тут также появится меню, где можно выбрать, куда пересесть. Это удобно, если тебя преследуют зомби. Или если место, где ты сидишь, заблокировано. Как заправлять авто? Ща поедем! Для заправки тебе нужен бензин. Найти его можно в канистрах на бензоколонках и в небольших гаражах возле домов. Взяв в руки, нажмите правой клавишей на авто и выберите заправить автомобиль. Точно так же можно сливать бензин. Если заправлять на АЗС, необходимо подогнать машину близко к колонке. Нажав так же правой клавишей по авто, увидим в меню заправка от колонки. Если электричество везде уже выключили, то для взаимодействия потребуется установить рядом с заправкой генератор и включить его. Тогда колонки снова будут работать. Рано или поздно в мире отключат электричество и воду. Для того, чтобы в раковину поступала вода, вам нужно установить на этаж выше бочку, не более чем в радиусе одной клетки. И после этого, взяв разводной ключ, нажать на раковину правой клавишей мыши и выбрать пункт подключить. Теперь в эту раковину будет поступать вода из этой бочки. Можно наполнить бочку самому или подождать пока пойдет дождь. Мультиплеер Друзья, в 41 билде нет мультиплеера. Пока. Если хотите поиграть с другом, придется бегать в старую версию 39. Если верить блогу разработчиков, то тестирование мультиплеера на билд 41 практически завершено. Скорее всего, они не станут выпускать его до нового года. Поэтому ждем обновления в январе или начале февраля 2022 года. Не поленись нажать на кнопку лайка и подписки. Просто сделай это. А также колокольчик дзынкой. Не будет лишним. Я также есть в TikTok, Instagram, Discord и ВКонтакте. Переходи по ссылкам в описании. На связи был Аделеон. Пока-пока.